Это видеоурок по работе на бирже Adwego. В данном уроке мы с вами разберем на примере биржи Adwego, то есть работу копирайтера. Зарегистрируемся, сделаем работу, заработаем денег в живом формате, скажем так. Так, смотрите, для успешной работы в дальнейшем в сервисах, как на Adwego, так может быть в других партнерских программах, я бы вам советовал сделать следующее. Заведите себе текстовый файлик, в который укажите все ваши контактные данные, которые вам понадобятся для регистрации. Это сократит время, вы не будете где-то их искать, вам будет просто удобней. То есть такой дельный совет. Значит, возьмите, скопируйте сюда ваш адрес в Яндексе, адрес почты на Gmail и кошельки. То есть кошельки нужны будут для чего? То есть в регистрации различных сервисов, в которых вы будете зарабатывать, нужно будет ввести номера кошельков, на которых вам потом будут переводить деньги. То есть такие сервисы все переводят деньги в электронном формате и будут переводить на эти кошельки. Заведите такой вот файлик, в котором вот ваша почта, ваши кошельки. Вам будет удобнее на будущее. Итак, переходим к регистрации. Заходим на сайт Adwego. Здесь видим в правом верхнем углу кнопочку регистрации. Нажимаем. Здесь вводим ваш e-mail. Берем из текстового файла, копируем и вставляем. Теперь повторяем ваш e-mail. Еще раз нажимаете кнопочку вставить. Все, пароль совпадает. Так гораздо быстрее. Далее придумайте какой-нибудь пароль. Пароль вам будет необходим для входа в систему. То есть, чтобы система распознавала, что это именно вы. Придумывайте пароль. Старайтесь достаточно легкие для запоминания пароли придумывать, но сложные для подбора. То есть, чем больше каких-то будет символов, больших маленьких букв, тем сложнее будет подобрать. Чтобы вас не взломали, чтобы потом никто не уграл ваши деньги. Далее. Придумайте псевдоним. Ну, здесь уже это совершенно не важно. То есть, для вашего удобства. То есть, под этим псевдонимом вас будут видеть другие авторы, другие системы. Здесь как бы простор фантазии ваш может быть другой. Говорит, что такое уже есть. Так, пробуем, значит, зарегистрироваться. Так, он просит... То есть, нажимайте на кнопочку, можете прочитать пользовательское соглашение. То есть, все правила работы на Adwego по пунктам. После этого необходимо поставить галочку, то что вы с ними ознакомились, принимаете условия, кнопочку пишите зарегистрироваться. Все, вы зарегистрированы успешно. Опять же, можете параллельно, то есть, вот как вы создали вот этот файлик, можете дальше создавать ваши регистрационные данные на разных сервисах. Это тоже будет удобнее. К примеру, сюда записывайте ваш логин, который вы придумали. Почту укажите обязательно, на какую вы зарегистрировали, потому что в некоторых сервисах требуется именно ведение почты. То есть, на эту почту вы зарегистрировались. И вот здесь вот пишите пароль, как вы придумали. Можете писать разные пароли, ну, как правило, старайтесь в разных сервисах под разным паролем, чтобы вас потом было сложно найти, скажем так, и взломать. А если у вас будет один пароль, и у вас там куча денег везде будет лежать, вас потом легко взломают. Итак, первый этап регистрации на Adwego мы с вами прошли, но для дальнейшей успешной работы, чтобы все сервисы работали, в том числе и по выводу денежных средств, нам нужно активировать вашу учетную запись. То есть, после того, как вы ввели свои данные, вам автоматически падает письмо на вашу электронную почту, которую вы указали, в котором нужно активировать вашу учетную запись. Значит, смотрите, вот почта, в которой мы указали выходящих, видим письмо от Adwego, регистрация. И смотрите, подтвердите свою регистрацию на сайте Adwego, для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Переходим по ссылке. Все, наша учетная запись активирована. В данный момент, то есть, мы можем уже полноценно работать. Теперь заходим под вашими учетными данными. Опять же, для удобства, видите, вводите уже сразу, не запоминайте что-то еще. И с файлика сохранили, вставили, вошли под вашими данными. Итак, мы с вами уже вошли под нашим профилем. Теперь смотрим, что у нас изменилось. Здесь вы можете смотреть извещения, то есть, о ваших работах, то есть, как вам платили, то есть, будут приходить различные уведомления, ваши личные данные. То есть, здесь можете указать ваш пол, можете указать ваш месяц, год рождения, можете указать страну, где проживаете. Кстати, можете добавить ваш социальный профиль из каких-то социальных сетей, можете сменить аватар, то есть, выбрать файл, загрузить свою фотографию. В принципе, чем больше данных о вас будет, в принципе, как о человеке, тем больше доверия к вам будет, как заказчику. Так что, постарайтесь наиболее полно заполнить эту информацию. Далее, вот как раз тот момент, где нам нужно внести кошелек. Значит, вы заходите в личные данные, еще раз, вывод, и здесь вот платежные данные, кнопочка. То есть, зашли в личные данные, и здесь кнопочка платежные данные. То есть, здесь нужно указать номер Z-кошелька. Z-кошелек имеется в виду WebMoney, то есть, долларовый кошелек на WebMoney. Берете как раз, вот он у нас, в файлике сохранен отдельно, Z-кошелек. То есть, на этот кошелек потом вы будете вводить ваши денежные средства. Внесли кошелек. И в данный момент нам нужно еще раз ввести ваш пароль, чтобы подтвердить верность данных. Вводим пароль, нажимаем кнопочку «Сохранить». Все, личные данные сохранены. В принципе, в данном момент времени у нас с вами есть все, чтобы успешно работать. То есть, основные данные мы с вами забили, внесли кошелек. И теперь можно выполнять работы, и вы будете получать денежные средства на ваш кошелек. Итак, смотрите, как начать работу, как вообще, в принципе, работать на Adwego. Значит, смотрите, есть у нас магазин статей, где вы можете продать статью свою, выставив уже на продажу. Более позже мы подробно разберем. Можно также найти уже готовые работы. То есть, к примеру, нажимаем «Поиск работы». Видите доступные заказы, персональные заказы, опять же, копирайтинг, рекламные заказы. То есть, здесь вы выбираете параметры для поиска. То есть, можете выставить цену, которую вы хотите, то есть, более дорогую работу выполнять, или более дешевую работу. Цена от 1000 знаков. 1000 знаков, ну, грубо говоря, это примерно полстранички. То есть, в зависимости от сложности текста, а также от его объема, соответственно, и цена текста возрастает. То есть, чем больше текст, тем он сложнее, тем он дороже ценится. Далее, выбираете тип работы. Выбираете тип работы. То есть, на три делится, значит, у нас статья. То есть, ну, полноценная статья от начала до конца, то есть, с законченной мыслью. Этот тип работы, то есть, если вы хотите написать какую-то статью конкретно, ну, или ищите работу по написанию статьи. Далее, новая тема на форуме. Тоже, опять же, очень популярна в такое направление. К примеру, вам может это понравиться, если вы там завсегдаты каких-то форумов. То есть, у вас есть опыт в этом моменте. Многие веб-мастера раскручивают свои сайты путем, то есть, вот таких вот проплаченных форумов. То есть, вы можете создать тему на каком-то форуме, то есть, ее развить, за это вам заплатят деньги. Далее, комментарий. Есть еще такой вид работы. Ну, это просто оставление комментария. Может быть, где-то на блоге, может быть, где-то в какой-то, ну, может быть, социальной сети, на каком-то сайте. Описание какого-то товара. То есть, тип работы. То есть, ну, давайте посмотрим, к примеру, статья. Какие у нас статьи вообще есть. Выберем статью. Далее, тип текста. Копирайтинг, рерайтинг, перевод, копипаст. Значит, давайте разберем, что это такое. Копирайтинг. Значит, суть работы заключается в том, что вам от начала до конца нужно будет написать уникальный текст. То есть, ни откуда-то содрать его, ни где-то взять, а то есть, полностью самостоятельно, из головы, либо там, посредством каких-то других инструментов, вы пишете текст от начала до конца. Рерайтинг. Рерайтинг предоставляют работы веб-постера. То есть, вам дают готовый текст. То есть, либо показывают на сайте, либо высылают где-то, показывают уже готовый текст. То есть, у вас перед глазами будет готовый текст, который нужно будет переделать. Переделать, чтобы смысл остался таким же, но текст был уникальным. Как проверять уникальность, мы тоже сейчас с вами разберем. Далее, перевод. Ну, перевод здесь все понятно. То есть, вам дадут текст на каком-то языке, вам нужно будет просто его перевести. Ну и копипаст. Самый простой, самый низкооплачиваемый способ заработка, это когда вам просто из одного места нужно перенести текст в другой. Такая работа тоже есть, такие работы выполняются. К примеру, там дадут вам гору текстов, и вам нужно будет разместить где-нибудь на сайте. В принципе, если вам такая интересная, то есть, можете убирать ее. Ну, давайте выберем копирайти, наиболее интересную. Категория. Далее, в зависимости от того, какой вы специалист в какой области, где у вас больше знаний, или может быть вам больше интересно, вы можете выбирать категории. Смотрим, какие категории здесь есть. Авиация, автомото, бизнес, финансы, вооружение, военная техника, дом и животный мир, закон и право, знакомство, информационные технологии, интернет. Так, выбирайте понравившуюся тему, то есть, далее, то есть, различные темы. Давайте выберем, что-нибудь популярное, типа интернета. Что-нибудь типа интернета. Цена. То есть, ну, по убыванию можно так и оставить. Здесь можно указать, если вы ищете какого-то вебмастера, ну, будете работать долго, то есть, вы уже будете знать каких-то вебмастеров, которые хорошо платят, с которыми вы уже работали. Черный список. Можете указать вебмастеров, которых вы не хотите видеть, чтобы их работы у вас в поиске не выставлялись. ID заказа, если конкретно знаете ID заказа, например, ну, вы его уже выполняли, либо видели, сохранили где-то. Вот, видите, вот здесь вот ID заказа напишет. Можете по нему искать. Также скрыть не нравится, то есть, опять же, фильтр на то, то, что какие-то определенные авторы поставили лайк на данную статью. Ну вот, мы основные параметры выбрали. То есть, можете здесь какие-то параметры оставлять незаполненными, то есть, как бы фильтров будет меньше. Итак, давайте попробуем конкретно найти работу и выполнить ее, и конкретно заработать уже на этом деньги. Давайте выберем тип работы «Комментарий», тип текста «Копирайтинг», категория «Информационные технологии интернет». Ну, а остальное все оставим так же. Посмотрим, что нам выдаст поисковик. Значит, смотрим. Работа стоит 40 центов. Время работы 6 часов. Количество 200 знаков. Дальше смотрим. 37 центов. Опять же, все работы поставлены. Ой, все параметры поставлены. 4 часа 200 знаков. Что у нас еще такое есть? Здесь показано полное описание текста. Сейчас посмотрим, что у нас более интересное. И попробуем выполнить работу и заработать свои первые деньги в сети. 12 центов стоит работа. На нее выделяется 12 часов. То есть, смотрим, примерно, чтобы первые работы у нас, ну, побольше у нас было, неограничены были во времени. Смотрим, что здесь нужно сделать. Зайти на страницу такую-то, прочесть, оставить качественные комментарии. То есть, вот ругается автор, что шлак оплачиваться не будет. Требовательность. Внимательность, грамотность, энтузиазм. Требования контента и уникальности. Только свои мысли опрочительные. Так, понятно. Смотрим полный текст. Также, если в ВКонтакте мы это все прорекламим, то будет, конечно, нам автор благодарен. Благодарен. Значит, смотрите, мы посмотрели все параметры по работе. Нас, в принципе, это устраивает. То есть, мы это можем сделать. Далее, переходим, взять работу и начинаем выполнять эту работу. Нажимаем кнопочку «Взять работу». То есть, у нас пошел отсчет. Закончить через 12 часов, то есть, мы должны выполнить эту работу. Начинаем его выполнять. Вот кнопочку, видите, вы можете отказаться от работы. Ну, не советую вам это делать, потому что по статистике у вас тоже будет. Если много заказов будете брать и потом отказываться, там, ну, многие авторы просто будут, ну, заказчики к вам плоховато относиться. Итак, смотрим, что от нас хочет автор по сути. Он хочет, чтобы мы перешли на его блог, прочитали статью, которую написано, и оставили комментарий. То есть, старайтесь читать статьи, вникать в суть и оставлять комментарии именно такие, которые понравятся авторам. То есть, не просто так, мне понравилось, все здорово, хорошо. Нужно, как правило, лучше развернутый комментарий ставить, потому что, ну, качественную работу выполнять. Итак, значит, переходим по ссылочке, по вот этой вот. Вот, смотрим, что из себя представляет блог. Для чего я создал сайт, раскрываю карты. То есть, это главная страница блога, на котором автор нам описывает. То есть, не будем в данном моменте терять времени. То есть, я эту уже статью прочитал и вам вкратце расскажу. То есть, человек создал сайт, создал блог. Это его главная страница. То есть, он рассказывает здесь, для чего он это создал, для чего это ему нужно. И в конце он, то есть, видите, по пунктам здесь расписано. И в конце он хочет, чтобы мы оставили комментарий. Видите, здесь уже комментарий написан. То есть, можете изучить, посмотреть конкретно, что написано. Смотрите по комментариям, что вообще написано, что люди пишут. То есть, опять же, видите, более развернутый комментарий, более интересный. Автор отвечает на некоторые комментарии. Так, проходим в самый низ, чтобы оставить комментарий в свободном месте. Значит, что вам для этого нужно? Вам необходимо ввести свое имя, email, ну если у вас есть сайт. Ну, это не обязательно. То есть, в принципе, что нам нужно? Пишем имя. Совершенно можете любое указывать. И ваш email. Помним про тот файлик. Берем сразу, копируем его, вставляем. Итак, ввели ваши контактные данные. То есть, ваше имя, ваш email. И также нужно ввести защиту от роботов. То есть, посмотреть на число. То есть, здесь у нас стоит какое-то число. Минус 4 будет 2. Ну, очевидно, что это 6 минус 4 будет 2. И пишем комментарий. Старайтесь писать более грамотно, более какой-то интересный комментарий. Писать, чтобы автору действительно понравилось. Давайте попробуем написать что-нибудь. Итак, значит, смотрите. Мы написали комментарий. То есть, достаточно развернутый, достаточно интересный. Думаю, автору он должен понравиться. То есть, не просто так все супер, все хорошо. То есть, мы конкретно по пунктам расписали, что это такое. Значит, смотрите. Перед тем, как выполнять работу, необходимо несколько действий провести. То есть, вы должны проверить правильность написания вашего текста. И также проверить его уникальность. Значит, как это делать? Берем, копируем. И посредством сервисов Adwego, то есть, это все можно сделать внутри системы, проверить. Значит, смотрим. Вставляем сюда. То есть, нажимаем сверху на кнопочку проверка орфографии. Попадаем в такое вот меню. Выберите язык. Ну, язык у нас русский. Где у нас русский язык? И вставляем сюда текст. Проверяем. Он дает количество символов, количество слов, параметры, то есть, которые. Ошибок в тексте не найдено, видим. То есть, значит, текст написан правильно. Теперь необходимо проверить уникальность текста. То есть, если вы будете выполнять работу, там, статьи писать, текст должен быть уникальный. Возможно, какую-то вы фразу используете, которая уже где-то была использована. Может, вы слышали, то есть, и она вот прямо вот так же написана. Нужно писать не уникально, то есть, нужно будет переделать. Значит, как проверить уникальность текста. Есть программа на Adwego бесплатная. То есть, вы можете ее скачать и проверить уникальность текста. Значит, как мы делаем. Переходим по ссылочке Adwego Plagitus. Проверка уникальности текста. Скачать Adwego Plagitus. Программка скачалась, видим. Запускаем ее. Устанавливаем себе на компьютер. Убираем язык русский. Убираем куда. Создаем ярлык на рабочем столе. И запускаем в конце Adwego Plagitus. Нажимаем завершить. Теперь. Ну, здесь, в принципе, все просто. Опять же, у нас комментарий находится в буфере. То есть, мы его просто здесь вставляем. Здесь есть редактор текста. Нажимаем. То есть, он уже нажал. И нажимаем вставлять. И сверху нажимаем кнопку проверка уникальности. Можно проверить просто. Можно глубокую проверку. То есть, программа будет искать совпадение ваших фраз, вашего текста на других сайтах в интернете. Все. Смотрим. Значит, уникальность текста 90%. Очень высокая уникальность текста. Бывает несколько параметров. Просто уникальный текст, неуникальный текст, и очень высокая уникальность текста. То есть, если у вас уникальность более 95%, в идеале, конечно, должна быть 100%. Но это тоже допустимый параметр. То есть наш текст является уникальным, причем высокоуникальным. Значит, он у нас грамотен. Значит, смело мы можем отправлять данный комментарий. Но еще раз посмотрите. Возможно, вы где-то пропустили какую-то запятую, что-то еще. Вот мы как раз пропустили здесь запятую. Вот, вставляем запятую, чтобы текст был грамотен, качественен. И нажимаем «Отправить комментарий». Все, в данный момент комментарий ожидает модерации. Как только он отмодерируется, опять же, можем скопировать сейчас. Отправить автору, что мы работу выполнили. Копируем комментарий. Переходим в нашу работу. То есть вот, извещение можем смотреть. Вы взяли заказ, работу такую-то. Заказ такой-то. Смотрим по всем этим. Вы можете в данный момент нажать кнопку «Выполнить». То есть, уведомить автора, что вы работу выполнили. Чтобы он ее проверил, отмодерировал. Значит, смотрите. Здесь пишется заголовок. Текст выполнен, работаю в URL-адрес. То есть, какой вы сделали. Ну, здесь все просто. Текст вашей выполнен, работаю. Мы вставляем сюда заголовок. Ну, заголовок пишется, как правило, в названиях статей. Можно просто написать комментарий. Ну, URL-адрес. То есть, на каком адресе мы это сделали. Ну, нам нужно было сделать здесь. Соответственно, копируем, вставляем. Мы сделали здесь. Все. Работу мы выполнили. Все данные вбили, ввели. Нажимаем кнопочку «Готово». В данный момент, то есть, автор поставил выполнение работы. Он ее может проверять в течение пяти дней. То есть, по всем правилам, как бы он будет прав. В течение пяти дней он проверяет. Если ему она понравится, он ее принимает. И он вам перечислит деньги. То есть, в данный момент он получил уведомление. То есть, извещение такое же, как у вас. Вот. Вам пришло извещение, то, что вы выполнили работу. В данный момент ему пришло извещение, то, что работа выполнена. Он должен ее проверить. Ну, и, соответственно, принять, либо отказаться от работы. И, соответственно, перечислить вам денежки. Вот. А пока модерирует автор, мы с вами разберем такой момент, как написание собственных статей и выставление их на продажу. То есть, помимо выполнения заказов конкретных авторов, конкретных веб-мастеров, вы можете просто самостоятельно написать статью на какую-то интересную тему, ну и которая востребована на данный момент на рынке, и выставить ее на продажу. То есть, сделать работу по вашему желанию. И, возможно, авторы заинтересуются и купят эту статью. Значит, смотрите. Я подготовил в качестве примера готовую статью. То есть, я написал статью небольшую для того, чтобы выставить на продажу. Значит, смотрите, как выбрать тему для статьи. Во-первых, выбирайте тему, которая вам интересна, которую вы можете раскрыть, то есть, которая действительно какую-то полезную информацию донесет до людей. И также выбирайте не только в чем вы специалист, что у вас есть знания, а выбирайте то, что сейчас востребовано на рынке и будет интересно. Значит, смотрите. Я выбрал достаточно интересную тему. Это партнерские программы. То есть, сейчас партнерские программы очень сильно распространяются и информации по ней много. И если вы напишете уникальный текст, опять же, это будет плюсом. Вебмастер заинтересуется и купит у вас статью. Опять же, какие тексты более востребованы, скажем так. На основе партнерских программ продается очень много продуктов. И, соответственно, если текст будет рекламным, то есть, он будет человека цеплять и будет к чему-то приводить достаточно интересному, то есть, узнать подробнее или там что-то еще, то тоже такой текст у вас гораздо быстрее продастся, чем какой-то сборный аналитический. Дальше. Давайте рассмотрим. Начиная с заголовка. Вот мы выбрали тему партнерские программы. Ну, партнерские программы просто там взять, это как бы можно и с этим сочетанием придумать. Но я взял более такую нераспространенную. Само понятие именно партнерские программы сочетания слов слишком уже заезжено. Я взял синоним – аффилиат-маркетинг. То есть, это в принципе то же самое, но это слова уже другие будут восприниматься народом по-другому. Потом, заголовок старайтесь сделать каким-то интересным, цепляющим. То есть, он должен привлекать внимание, причем внимание не только читателя будущего, но и автора. То есть, какие-то сухие заголовки из двух слов, какие-то стандартные могут не привлечь ни тех, ни других. А здесь, смотрите, у нас заголовок «Аффилиат-маркетинг» или «Как стать миллионером домохозяйки». Достаточно интересный заголовок, который сразу цепляет внимание и заинтересует как потенциального нашего покупателя, так и потенциального читателя, который будет там далее читать. Далее, по тексту, значит, какие нюансы. Старайтесь использовать больше ключевых слов, которые связаны именно с этим текстом. Значит, смотрите, тема у нас «Аффилиат-маркетинг» и «Партнерские программы». В тексте старайтесь использовать слова «Партнерские программы» и «Аффилиат-маркетинг». То есть, вот видите, «Партнерские программы» и «Аффилиат-маркетинг». Для чего это делается? Для веб-мастеров это очень важно, потому что тексты и статьи они используют для продвижения своих сайтов. То есть, за счет этих статей их сайты поднимаются по поисковой выдаче. Если в текстах присутствуют ключевые слова, по которым они продвигают свой сайт, то их сайт будет именно по этой статье продвигаться и выходить в выдачу. То есть, когда вы пишете текст, напишите какие-то ключевые слова, на основе которых вы будете писать, и используйте их в тексте. Если не получилось, скажем так, с первого раза, перерабатывайте предложения и вставляйте их потом. То есть, ну, в данном... Ну, и также, опять же, по релевантности. То есть, заголовок должен быть релевантным, то есть, слова, которые есть в заголовке, должны быть также в тексте. Ну, мы видим здесь «Филиат-маркетинг». «Филиат-маркетинг» у нас в тексте используется. Вот. То есть, это такие хитрости, скажем так. То есть, вы можете просто текст написать совершенно, скажем так, на любую тему и выставить ее. Но данный вид текста, то есть, он, во-первых, востребован, то есть, тема актуальна. Плюс цепляющий заголовок, плюс использование ключевых слов. То есть, он... Большая вероятность того, что он продастся у вас, то есть, вы сможете продать и сможете продать достаточно быстро. Теперь, давайте разберем, как выставить на продажу и как вообще продать этот текст. Опять же, давайте сейчас проверим весь наш текст на уникальности и на орфографии. То есть, как мы делали с комментарием. Нажимаем проверка орфографии. Вставляем. Вот, подчеркиваю, вот он у нас ошибки. Сразу же видим, что написано неправильно. Некоторые слова он у нас не понимает. Так, ищем, значит, в тексте. Итак, мы с вами справили ошибки все в тексте. И сейчас еще раз пробуем его проверить. Новый текст. Еще раз пробуем его проверить. Ну, все. То есть, здесь немножко неправильное построение предложения. Такого слова не знаю. Остальное все правильно. Теперь проверяем на уникальность. Это самый главный, наверное, момент. Текст должен быть именно уникальным. Итак, смотрим. Проверка завершена. Уникальность текста 100%. То есть, абсолютно уникальность текста. Текст уникальный, значит, он будет востребован. Далее. Переходим в кнопочку. Нажимаем магазин статей. Нажимаем продать статью. Итак, выбираем параметры. При выставлении статьи информационной технологии интернет. Выбираем копирайтинг. Выставляем заголовок. Копируем статьи. Далее. Вставляем основной текст статьи. И здесь нужно еще сделать краткий текст статьи. То есть, краткий текст статьи – это та часть статьи, которую видит автор. То есть, всю статью он не увидит, потому что, если бы он увидел и все, он мог скопировать и забрать себе. Но здесь нужно немножко информации ему дать для размышления, что вообще, какой текст. Как правило, это делается вот так вот, первые два абзаца. Нажимаем кнопочку «Краткий текст», и вот он автоматически у нас здесь появился. То есть, это то, что увидит автор. Далее. Необходимо указать ключевые слова. То есть, те ключевые слова, которые используются в тексте. Для чего это делается? То есть, ключевые слова, то есть, это важно для автора. То есть, статьи используются для продвижения сайтов по определенным запросам, по определенным ключевым словам. Если в вашем тексте они есть, значит, ему будет интересно такой текст купить для продвижения своего сайта. Ну, у нас какие ключевые слова? «Партнерские программы» и «Аффилиат маркетинг основные». Далее. Необходимо описание статьи сделать. То есть, здесь что важно? Вкратце, в двух предложениях написать, о чем статья и где она может быть использована. То есть, пишем буквально там 2-3 строчки. Это поле не обязательно для заполнения. Но я вам советую это делать, потому что будет более вероятно, что ваша статья будет успешно продана. То есть, по всем тем параметрам, которым я говорил. Пишем, значит, краткое описание статьи. Давайте смотрим. Мы сделали краткое описание. Статья о партнерских программах, о легком способе заработка, доступном каждому. Может использоваться для продвижения партнерских программ по заработку, а также для продвижения различных инфопродуктов. То есть, мы четко даем понять потенциальному покупателю, что текст рекламный. И он может использоваться как для продвижения чего-то, так и для конкретной рекламы и продажи чего-то. То есть, такие тексты очень востребованы. И большая вероятность того, что у вас купят эту статью. Стоимость статьи. Ну, здесь вы можете ставить любую стоимость. Примерно ознакомьтесь, сколько какие статьи стоят. Ну, за такую статью можно смело брать долларов 10. То есть, статья рекламного характера. Поэтому, в принципе, можно попробовать продать за такую цену. Далее, смотрим галочки. Не выставлять на продажу. Вы можете не выставлять на продажу. Сначала посмотреть, как в аккаунте она будет выглядеть. Либо можете сразу выставлять на продажу. Далее, вы должны подтвердить то, что вы действительно являетесь автором этой статьи. То, что после продажи все права на статью переходят к покупателю. То есть, если автор покупает данный текст, все права принадлежат ему. То есть, все права принадлежат ему. То есть, он может использовать ее в любых целях и может делать подпись, что он автор. То есть, об этом во всем. То есть, вы должны согласиться, поставить галочки. И нажимаем кнопочку «Добавить статью». Все. Ваша статья добавлена. Вот так она будет выглядеть. То есть, так ее будет видеть автор. То есть, описание статьи, краткий текст, завуалированный, ключевые слова, частотные слова, то есть, какие слова указываются. В данный момент, то есть, она выставляется не сразу на продажу, она проходит модерацию. То есть, Adwego принимает только качественно уникальные статьи. То есть, именно на продажу можно выставить только качественно уникальные статьи. И сейчас она пройдет проверка на уникальность. То есть, если уникальность их устроит, статья будет выставлена на продажу. Еще один момент. Для выставления статей на продажу необходимо, ну это правило Adwego, необходимо выполнить как минимум 10 работ. То есть, просто зарегистрироваться и сразу продавать свои статьи вы не можете. То есть, вам необходимо как минимум 10 работ. Но вы можете 10 комментариев просто где-то написать, сделать какую-то легкую работу. То есть, они должны быть одобрены. И тогда после этого вы смело можете продавать свои статьи. Но это, опять же, ваш выбор. Вы можете работать на заказах, вы можете работать именно на продаже собственных статей, то есть как вам будет удобнее, как у вас будет больше получаться. Все зависит от вас, все зависит от, скажем так, вашего выбора. До встречи в следующем видеоуроке. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!